А вот на берег Белого озера, самого живописного в Ривненской области, туристов все пытаются привлечь. Но добраться сюда – настоящее испытание. Дорога разбита. И местные власти объявили срочный ремонт. Правда, в конце курортного сезона. И по классической украинской схеме в асфальту катали миллионы, а бездорожье осталось. Подробнее Инна Белецкая. Солнце только поднимается над горизонтом и купаться в озеро идут самые смелые. Мягкая глицериновая вода Белого озера еще не прогрелась. Здесь можно отдохнуть от городских забот, подышать чистым воздухом и насладиться кристальной лечебной водой. Одна беда – добраться сюда можно лишь по одной из худших дорог в Ривненской области. От международной трассы Киев-Варшава до Белого озера – 42 километра. Большая часть – ямы до ухабы и старенькая брусчатка. Но вот, наконец, власти радуют хорошими новостями. Начали ремонт. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет глава администрации области, который как раз отдыхает на Белом озере. Правда, то, что глава администрации называет ремонтом дороги к озеру – это всего два участка общей протяженностью чуть больше 6 километров. И это не самые плохие участки, говорят местные жители. Вот этот кусочек, вот туда и до Белого. Был хороший? Хороший. Вот почему-то тут стало работать. Не дебить. Вот там в Руце, до Белого, до Рудки, до Белого. Там жуть дороги не было. Но почему-то там не стало работать. А теперь тут. А потому, что именно на ремонт этого участка был объявлен тендер, который выиграл регулярный победитель местных конкурсов – ривненская фирма «Фиалка». Еще до революции достоинства ее владельцы считались приближенными к областным властям. Но и после Майдана выигрывать тендеры компания не перестала. Только за 8 месяцев этого года она победила в конкурсах на общую сумму почти 200 миллионов гривен. «Фиалка» строит школы и спорткомплексы. Ну и, конечно же, ремонтирует дороги. Вот, например, залатать 2 километра до Белого озера обойдется бюджету почти в 5 миллионов гривен. Качество ремонта мы не будем комментировать. О нем скажут туристы. Хоть другой дороги на озеро попросту нет, покрыть смолой решили одновременно обе полосы. Часть покрытия машины уже увезли с собой. Ну вот глава области уже успел пожурить критиков на своей странице в Фейсбуке. Мол, это только начало работ и сверху будет еще один слой. Но почему из 42 километров дороги ремонтируют только 6? И стоят ли такие работы 12 миллионов? Алексей Мульренко уточнить забыл. Мы решили на память о стараниях подрядчика взять кусок покрытия. Благо, для этого не требуется никаких усилий. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.